Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений, программа «Сумма мнений». Меня зовут Оксана Маклакова. И начнём, наверное, с темы дня, во всяком случае, с одной из самых обсуждаемых тем дня. У нас в гостях директор-исполнителя Стаса Михайлова, директор заслуженного артиста Стаса Михайлова Сергей Кононов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Так получилось, что гастроли певца в Екатеринбурге наделали много шума, обросли ворохом с раскандальных публикаций, различных публикаций. Ну вот почему так получилось? Чем журналисты екатеринбургские обидели Стаса Михайлова, попытаемся сегодня разобраться. Ну вот давайте с культурной программы. Почему-то каждый шаг буквально задокументирован и превращён в какой-то инфоповод. Вас везде так встречают? Давайте сделаем таким образом. Во-первых, прежде всего я хочу передать от Стаса привет всем жителям Екатеринбурга. Пожелание хорошей весны скорейшей, потому что пока мы видим только снег. Вот. Позитива и самых добрых эмоций. А вот этот вопрос, который вы адресовали мне, я как раз хотел задать средствам массовой информации, журналистам или даже не знаю кому. Мне вот два дня мы всего... А чтобы не быть голословными, мы на экране будем показывать, ну вот там ряд публикаций, их на самом деле гораздо больше. Всякие гадости, скажите. Вот их и так уже все видели, да, и показывать не знаю их. Это мы делаем только рекламу непонятным людям, которые на каких-то негативе пытаются сделать себе рейтинг. Нет, это понятные люди, это наши коллеги. Почему гадости? Ну, прекрасно. А вот что там написано? Вы же видите, да? Стоят два человека. Заслуженный артист и историк по образованию. И рассмотрят на иконы. Один рассказывает историк другому, как, что, где создавалось. И что мы видим? Я бы в губеры пошел, да? Я бы там купил себе эту, там что там, стеночку, вот эту стеночку. Но вы понимаете, это интернет, это творчество пользователей? Это не творчество, это не творчество. Это оскорбление, во-первых, чувств верующих. Во-вторых, этого не было нигде, да? Это подпись за человека взял, и какой-то, значит, недалекий умом человек взял и сделал вот эти подписи. Мы два дня всего лишь в городе находимся, да? И такое количество негатива, которое было вылито на человека, который не сделал никому ничего плохого. Он приехал, дает два концерта, подряд дает. Своим здоровьем жертвует, потому что это очень тяжело, он живьем поет. Приехал с добрыми эмоциями, с добрыми намерениями. И человек, который пропагандирует крепкую семью, человек, у которого шестеро детей, там, любящая жена. Человек, который занимается спортом каждый день, не употребляет алкоголь, наркотики, не курит. И вот, видимо, злит это, что не к чему прицепиться. Но, может быть, стоит деткам в пример его ставить. Я не идеализирую его, все, что я сказал, это так оно и есть. А вот этот волшебный человек, о котором вы говорите, он сам вот эти публикации читает, ему вообще до этого есть какое-то дело? Вы знаете, когда доносят, сам он, тем не менее, у него есть творчество, у него есть то, чем заняться. Это ему мало интересно. Он также недоумевает, почему, собственно, происходят вот такие события. Почему? Что он сделал плохого, что вот надо придумывать за него. Понятно, что поймать его на чем-то господам журналистам не удается, потому что этого просто нет. А вот чем он им насолил и почему нужно придумывать, ну, согласитесь, не до такой степени цинизм должен распространяться, чтобы ради рейтинга брать и клеветать на порядочного, нормального человека. Ну, клеветы здесь нет. Есть какие-то домыслы, может быть, есть творчество пользователей. Ну, как, во-первых, это, еще раз говорю, оскорбление. Это раз, это оскорбление чувств верующих. Во-вторых, любая публикация без согласования использования образом, это нарушение закона. Есть нарушение закона, это два. И любой юрист вам скажет, что нарушено такое количество пунктов, что просто, ну, я не знаю, наши юристы, я думаю, этим займутся. Вы сейчас говорите о нарушениях об оскорблении, то есть вы рассчитываете на то, что вот у этого... Мы обязаны, понимаете, каждый гражданин нашей страны обязан жить в правовом поле, да, в рамках существующего законодательства. И мы должны как соблюдать эти законы, так и отстаивать их право применения к нам. Мы должны все жить по закону. Нельзя брать там и вот так вот писать. Нельзя это делать. И вы после каждой публикации, с которой вы не согласны, идете к юристам и просите... Вы знаете, мы можем быть согласны и можем быть не согласны. Это наше частное мнение. Но есть квалифицированные юристы, которые дают оценку правовую. Они говорят, что вот это законно, а вот это незаконно. И если происходит противоправное действие, мы, разумеется, в рамках существующего законодательства реагируем на те или иные события. Но если к вам в дом кто-то залез, вы же вызываете милицию, да, это противозаконно. Сергей, вот раз зашла речь о противоправных, противозаконных действиях, не можем не... Спросить про инцидент. Спросить про вчерашний инцидент. Есть видео доказательства. Мы короткий кусочек. Давайте сейчас покажем, посмотрим. Покажите, я сейчас прокомментирую это к всеобщему смеху, я думаю. Нормально? Вот. Мы находимся на концерте певца Стаса Михайлова. Сейчас проходит концерт, все находятся внутри. Но через какое-то время все окажутся вот здесь. Здесь будет выходить певец. Сейчас готовят ограждение. Ограждение для фанатов, чтобы они ничего не сделали с певцом, ничего не сделали с инкубируем, не разорвали его в клочья от радости. И ради того, чтобы получить автограф. Вот. Все, включи. Эй! Эй, как говорят. С оперуполномоченными, со следователями, значит, было по этому факту написано заявление. Значит, заявление было написано о краже телефона, о нанесении, значит, избиений, о там всем вообще прочем. Значит, здесь мы прекрасно с вами видим на этом замечательном видео, что благообразный человек, значит, начинает что-то говорить. Очень ничего такого нет. И вдруг вылетает некий монстр, который накидывается на него, избивает, отбирает телефон. То есть, любому здравомыслящему человеку понятно, что это в жизни быть не может абсолютно. Потому что наверняка была некая предыстория. Предыстория была очень простая. Вот эти вот благообразные люди провоцировали, они пытались проникнуть в зал. Они пытались... Потом, если вы заметили, они сказали, что мы хотим, значит, снять мнение людей. А стоят они на служебном входе. Ну, понятно, что у служебного входа вот после концерта появятся толпы фанатов. Да никаких не появится никто нигде. Да нет, ну как, это традиция. Ну, потому что неизвестно, потому что артист может выйти из главного входа. Есть же главный вход, есть люди. Вы хотели мнение услышать, идите на главный вход. Потом, люди не идентифицированы никак. У них нету бейджиков, непонятно, что и кто. И непонятно, у них камера или пулемет, или бомба, или кто-то еще. Аккредитации, вы зря смеетесь. Потому что именно так и происходят всевозможные преступления. Их, когда спросили об аккредитации, они в грубой форме послали. Просто послали. Их спросили, кто вас пустил, кто, куда вы. Они сказали, мы имеем право делать все, что мы хотим. Мы делаем... Это все было до того, что снят на видео. Вы же понимаете, что вначале человек снимает на улице. То есть администратор, чье дело быть вообще в зале, там, за кулисами, или еще где-то, вдруг выскакивает на улицу, да. И непонятно, как, вдруг, не спросив, вы кто, ребята, что вы делаете. Но это уже не может быть, правильно? Далее мы выясняем из материалов того же дела, которое они хотели завести, что телефон, оказывается, чудесным образом... В итоге на ребят, на наших коллег, вот съемочную бригаду портала Е1.ру, администратор напал, не охранник Стаса Михайлова? Стаса Михайлова нет охранника, вообще нет. У нас в штате нет никакой охранной службы. Потому что, в общем-то, не от кого охранять. От народа, для которого он поет. Зачем? У нас ходят адекватные, разумные люди на наши концерты. Они подпевают, они переживают. Он поет о Боге, о войне, о любви. Ну, каких? Зачем? От кого? От человека? Тогда я сейчас попрошу режиссера власти. Те, кто стоят в зале, это не охрана, это служба, которая регулирует людей. Кто-то танцует, чтобы не мешали, чтобы куда-то не заходили. Вот и все. Поэтому, да, вот это наш сотрудник. Это не охранник Стаса Михайлова, просто на нескольких фотографиях... На нескольких фотографиях и я рядом с ним, допустим. Я тоже охранник тогда. Еще у нас есть, у нас не один администратор. И тоже они есть на фотографиях, они тоже охранники. И даже сейчас показывали из Кремля. Вот, это тоже охранник, это вообще сотрудник не нашей организации. Он был с ним, вот они не должны быть на улице. Людей спровоцировали специально, спровоцировали на некий конфликт, попытались. Но когда мы стали выяснять, да, вот сделали заявление, когда мы стали выяснять, а, собственно, где избиение-то? От освидетельствования медицинского данный персонаж отказался. Значит, когда я разговаривал с журналистами, непосредственно с вашими коллегами, они сказали, есть избиение или их нет? Просто да или нет? Они сказали, есть царапина? Ну, наверное, значит. Дальше телефон... Даже если это не охранник, это просто сотрудник команды. А я не уверен, получена ли эта царапина вследствие чего, да? Это первый момент. Второй момент. Мы не пришли в студию, вот к этим ребятам, и не напали на них. Они пришли на наше мероприятие и на законные замечания и вопросы, вы кто, провоцировали некую конфликтную ситуацию. Далее. Телефон чудесным образом, значит, украденный, об этом написано в заявлении, таким же чудесным образом как-то нашелся. И я, собственно, не очень понимаю, состав преступления в чем. Вот пытаются раздуть, они делают себе простую элементарную рекламу, пытаясь имя известного человека опорочить также и привлечь. Артист вообще пел на сцене, он понятия не имеет о том, что происходит. А люди, которые выполняли даже не свои задачи, просто увидели посторонних людей, проникающих, и говорили, вы кто? На что? Они получали только грубые ответы, а дальше прекрасно спровоцированная вот эта инсинуация, когда стоит замечательно, вдруг, неожиданно, на улице мы делали стендап. Мы вообще, говорит, ни при чем. Ни документы не предъявили, ничего не показали, кто вы, что вы и откуда. И заметьте, не мы к вам пришли, а они пришли к нам. И есть цивилизованный способ, можно позвонить мне, договориться об аккредитации, что происходит очень часто на каких-то мероприятиях. Приходит местное телевидение, снимает репортаж, несколько песен, задает вопросы артисту. То есть я всех призываю жить в правовом поле, жить в рамках существующего законодательства нашего. А не лезть вот так вот, как, не буду говорить, куда лезет муха. — Давайте прямо сейчас в эфире свяжемся с главным редактором портала Е1.ру, ну вот чья съемочная бригада вчера так или иначе пострадала на вашем мероприятии. — Я не понимаю, в чем предмет разговора. Вот у меня сегодня, ко мне приходила милиция, со мной у меня брали объяснения какие-то и все прочее. Я не понимаю, о чем мне говорить, о чем, собственно говоря, в чем предмет разговора. Где состав преступления? Если он есть, вот если есть состав преступления, да, есть избиение, есть украденный телефон, есть еще что-то, ну пожалуйста, значит, надо подавать в суд, и суд разберется в этом деле. — У нас в студии звонок. — Ренат, здравствуйте. — Да, здравствуйте, коллеги. — Ренат, тем не менее, сам дозвонился. — Да. — Я дозвонился, потому что, на самом деле, я, ну, не могу больше терпеть так в течение дня. Мы это так и не делаем, потому что, на самом деле, я дозвонился. — Ренат, выключите колонки, пожалуйста, выключите свой звук. — А у меня выключенный здесь звук.